Некоторые события, которые навсегда изменили историю, происходили без внимания большинства людей. Так и сейчас нейросети незаметно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но 85% людей не используют их в полную силу. Настала пора это исправить. Skillbox проводит бесплатную конференцию по нейросетям, на которой вы узнаете, как использовать технологии будущего и зарабатывать на них. Разберутся даже те, кто впервые о них слышит. В программе ожидается обзор самых популярных нейросетей, чат GPT, MedJourney и многих других. Выступления ведущих экспертов в дизайне, коде и маркетинге. Практика и ответы на вопросы зрителей в прямом эфире. А также подарки и сертификаты всем участникам. Конференция пройдет с 25 по 27 сентября. Став ее участником, вы сможете использовать нейросети в программировании, маркетинге, дизайне и других областях. Узнайте, как поставить задачу нейросети, чтобы добиться крутого результата. А еще получите полезные подарки и сможете сделать свою работу эффективнее, применяя знания и навыки, полученные на конференции. Кроме того, все участники получат скидку на новый курс по нейросетям и специальные условия обучения. Чтобы узнать подробную программу конференции, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Освоите навыки будущего и применяйте их в своей работе уже сейчас. 23 августа 2023 в журнале Communications Biology вышли результаты восьмилетнего исследования останков обезьяны Анадоловиус Туркая возрастом 8,7 миллиона лет. Ее нашли в Турции и внезапно оказалось, что биологически это самый настоящий предок человека. То есть прародиной человекообразных и нас с вами в итоге может считаться не Африка, а Европа или даже Азия. Вообще это попахивает сенсацией, переворачивающей наше понимание эволюции человека. И это лишь одно из громких открытий археологии этого года. А обо всех мы и поговорим в ближайшие пару минут. Для начала продолжив историю Анадоловиус Туркая. Это обезьянка размером с крупного шимпанзе и весом 50-60 килограмм. Ее останки нашли в 2015 на площадке Чуараки-Эр-Лер, неподалеку от турецкого города Чанкры. К сожалению, конечностей не осталось, и в руках ученых оказались лишь челюсти и зубы. Но этого в принципе вполне достаточно, чтобы понять размер животного, его гастрономические привычки и строение тела. Беда лишь в том, что в Турции с археологией как наукой есть небольшая проблема. Слишком уж любят ученые этой страны преувеличивать ценности, возраст своих находок, чтобы выпускать статьи уровня «Первая жизнь на Земле зародилась в Турции». Поэтому на полноценное подтверждение находки ушло долгих 8 лет. За это время международная команда ученых из Канады, Нидерландов и той же Турции, как полагается, изучила останки обезьянки. И вскрылось, что Анадоловиус Туркая действительно член эволюционного древа, которое позже привело к появлению шимпанзе, боноба, горилл и человека. Возраст в 8,7 миллионов лет тоже подтвердился. И это очень интересно, ведь в Африке сахилантропы и прочие гоминиды нашей с вами ветки помоложе. Самым старым из них ну максимум 7-8 миллионов лет. Общепринятая теория происхождения человека, если не запрещает ребятам вроде Анадоловиус Туркая загуливать от Африки так далеко, то точно не разрешает им возвращаться в Африку. Это позволяет другая на данный момент оппозиционная теория. Ее сторонники заявляют, что современный человек действительно вышел из Африки в Евразию. Только вот предки тех ребят, что выходили из Африки, в свое время из Евразии в нее зашли. И Анадоловиус Туркая не единственное доказательство. В Германии находили останки грифа Питеков возрастом в 17 миллионов лет. В Греции в 17-м году нашли грека Питека возрастом в 7 миллионов лет. В общем, звоночков было много. Получив в копилку еще и нового Анадолувиус Туркая, сторонники теории происхождения человека в Европе стали еще громче, пока их позиция не принята за основную и официальную. На данный момент наука называет колыбелью человекообразных все же Африку. Маэстро Станислав Трабышевский, к примеру, считает, что все европейские гоминиды, похожие на предков человека, в Европе и вымерли, а мы ведем свой путь исключительно от африканских. Однако 2023 может стать поворотным, если родословная турецкая обезьянка пройдет еще несколько этапов проверки. Следующее важное открытие этого года логично продолжает спор происхождения человека, потому что китайские ученые утверждают, что нашли останки, да более похожие на Homo sapiens, только в Китае и возрастом в 300 тысяч лет. Это тоже заявка на сенсацию, потому что 300 тысяч лет назад, согласно официальной науке, Homo sapiens только-только начали формироваться как вид в Африке. А тут нате вам, останки готового человека на другом конце планеты. Если точнее, в Хуалонгдонге на востоке Китая. Как и в случае турецкой обезьяны, в распоряжении ученых оказалась лишь одна челюсть. Но ее, согласно исследованию, опубликованном в Journal of Human Evolution, достаточно, чтобы заявить, что гоминид нес в себе признаки как более древних Homo erectus, так и более прогрессивных Homo sapiens. Проще говоря, речь о гибриде и переходном этапе эволюции. Что легче ситуацию нисколько не делает, ибо африканская теория происхождения Homo снова трещит по швам. Вообще, идеальным кандидатом на роль таинственной находки мог стать Денисовец. За останки этих людей археологи готовы продать душу. И что по внешнему виду, что по временным рамкам, все вроде бы сходится. Но, по словам исследователей, Денисовцем найденный скелет точно АА не является. А значит, нас ждет либо ошеломляющее открытие, либо ошибка, вероятность которой, впрочем, достаточно велика. Ибо китайские археологи мало отличаются от турецких и тоже спят и видят себя открывателями самого древнего китайца планеты. Перейдем к более однозначным находкам. Пожалуй, самой эпичной из них стало обнаружение древнего города Луксор в Египте. Не путать с луксорским храмом, который давным-давно известен и привлекает миллионы туристов. Луксор – это современный полумиллионный город Египта. Пару тысяч лет назад греки называли его Фивами. А еще пару тысяч лет назад древние египтяне называли Уассет. Там было много храмов и интересных построек, одной из которых и является луксорский храм, доживший до современности. В 2021-м под песками неподалеку от Луксора нашли здоровенный закопанный город. Его в исторических хрониках часто называют «золотым» и считали Эльдорадо египетского разлива. Пусть конкретно золота в найденном мини-луксоре не оказалось, город все равно шикарно сохранился. И в Министерстве культуры Египта называют находку самой эпичной с момента нахождения гробницы Тутанхамона в 1922-м. Ну а что до 2023-го? В этом году в Луксоре до кучи нашли еще и поселение римской эпохи. Причем не просто в городе, а прямо рядом с тем самым храмом Луксора, куда сейчас водят туристов. По словам доктора Мустафы Вазири, город вообще никто не искал, команда просто облагораживала территорию рядом с храмом. И внезапно нашла здоровенное поселение 2-3 века нашей эры. Оно, судя по двум домам, уж точно римской архитектуры было построено в качестве резиденции и администрации региона. Под это дело рядышком построили крепости для легионеров и еще бог знает сколько построек. Такая вот наука археология. Годами туристы топтали землю, под которой, как оказалось, находится такая же археологическая достопримечательность. Ну а мы отправимся в Скандинавию. Традиционно считается, что север Норвегии был заселен в две волны. Где-то 12 тысяч лет назад ледниковый период отступил, и льды из Норвегии ушли. Через тысячу лет туда подтянулись ребята из современных Испании и Португалии, еще через тысячу с востока, из современных России, Болгарии и чуть ли не из Турции. Но находка 2023-го немного изменила иерархию. В округе Тренделаг в городке Виньеоре нашли кремниевые орудия, которые вообще никак не стыкуются с тем, что изготавливали выходцы с юга Европы. Они больше похожи на поделки древних русов, пришедших с востока. Тут-то и кроется изюминка. Возраст найденного поселения около 10 тысяч 300 лет. Это вдвое старше Стоунхенджа. Но по идее восточные переселенцы так рано до севера Норвегии добраться не могли. По крайней мере, так считалось до обнаружения их орудий труда. Теперь норвежские историки переделывают учебники и будут вписывать в них данные о том, что Скандинавию одновременно колонизировали как выходцы с юга Европы, так и более восточные древние русы после победы над ящерами, конечно же. И раз уж речь зашла о юге Европы, отправимся и туда. В апреле этого года на месте древнего города Береника на побережье Красного моря ученые из Польши и США нашли статуэтку Будды возрастом в 2000 лет. Если точнее, чуть меньше, изготовили Будду где-то во втором веке нашей эры. Как утверждают ученые в египетской Александрии, для наших постоянных зрителей открытие картину мира не перевернет. А вот менее искушенные в истории Рима люди здорово удивятся, ведь Красное море тогда было римским и Александрия в том числе. До ближайшего поселения, где проповедуют буддизм на момент второго века нашей эры от места нахождения статуэтки 5000 километров по прямой. Откуда, черт подери, Будда в такие бородатые времена в насквозь языческом Риме? Да, в общем-то, из Индии, с которой у римской империи был невероятно оживленный торговый путь, причем в том числе морской. Источники упоминают о сотнях кораблей, курсировавших между государствами ежегодно. Вот и завалялся на одном из них Будда, или вовсе был изготовлен римлянами в качестве подарка. Лично для нас в этой новости ничего удивительного, но большинство СМИ в шоке от такой связи двух далеких государств в столь древние времена. Поэтому статуэтку в выпуск мы решили включить. Как нельзя в него не включить и дежурную египетскую мумию? Да еще какую! Захи Хавас, лидер команды археологов, в этом году нашел мумию, которая может оказаться самой старой из сохранившихся. Дело было неподалеку от некрополя Саккара, где на дне 15-метрового туннеля обнаружили саркофаг мужчины по имени Хекашепес. И жил он ни много ни мало 4300 лет назад. Останки относятся к 5-6 династиям фараонов Египта. Они правили в 26-22 веках до н.э. Вместе с Хекашепесом нашли саркофаги чиновника по имени Мери, работавшего во дворце фараона, а также Хум Джеда, жреца комплекса пирамиды Униса. Но именно гробница Хекашепеса уникальна. Она, во-первых, полностью запечатана и осталась даже с золотыми листами, в которые египтяне обернули покойника больше 4000 лет назад. А во-вторых, Хекашепес не был представителем знати. Что само по себе примечательно, ведь выходит, что одна из самых сохранившихся мумий в истории принадлежит простолюдину? Все еще считаете, что в Древнем Египте были одни фараоны и рабы? Если да, то в очередной раз напомним, что даже легендарные пирамиды с 99% вероятностью строили не рабы. Еще в 2013-м неподалеку была найдена деревня для вахтовиков со всеми условиями для жизни. Ну а в этом году опубликованы исследования химического анализа Земли. Почему это важно? Да потому что в образцах, извлеченной из-под пирамид породы, найдена пыльца и другие следы растений, которые цветут на берегах реки Нил. Что позволяет точно подтвердить, что во времена постройки пирамид прямо рядом с ними проходил один из притоков реки. Сейчас он давно высох, а возможно его в принципе делали искусственно. Но суть в том, что блоки пирамид действительно гоняли по реке, которая, как теперь известно, на тот момент располагалась прямо рядом со стройплощадкой. И, соответственно, никаких гигасаней для транспортировки на десятки километров не требовалось. На этом мы, пожалуй, закончим. Но это далеко не все, чем запомнился 2023 в археологии. Если вы хотите продолжения, дайте знать в комментариях. Ну а у нас все. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok